Воспитанники Тюменского мини-футбола сыграли друг против друга. В стартовой встрече квалификации Евро-2020 в Москве сошлись команды России и Армении. За хозяев выступил Иван Милованов, за номинальных гостей Давид Асланян, который вывел их на площадку с капитанской повязкой, и дебютант за кавказской сборной Денис Неведров. И он и Давид находились на площадке, когда Данил Давыдов в середине первого тайма открыл счет. Второй мяч хозяев состоялся при непосредственном участии Милованова. Иван оказался одним из винтиков комбинации, которую завершил Николай Шистеров. Третий гол россиян сообразил Иван Чешкало. В серии финтов игрок португальской винфики раскрутил Асланяна и отправил мяч в угол. Во втором тайме россияне продолжили владеть преимуществом, итогом чего стали еще три взятия ворот. Дубль оформил Давыдов, автором пятого мяча стал Рабинья, точку поставил Руслан Кудзиев. Теперь 2 февраля команда Сергея Скоровича сыграет в Грузии. Чемпионат Европы по биатлону в Польше завершили смешанные эстафеты. В одиночном миксте за сборную России бежали тюменец Евгений Гараничев и Лариса Куклина из Ямала-Ненецкого автономного округа. Северянка на первом этапе взяла один доп. патрон и передала эстафету вместе с французами в четырех секундах от лидировавших немцев. Евгений тоже произвел лишь один запасной выстрел на двух рубежах. Тройка лидеров осталась такой же, вот только сборная Германии оторвалась чуть заметнее. Впрочем, на своем заключительном этапе Куклина этот гандикап нивелировала, хотя на лёжке взяла два доп. патрона. Но чистая стойка позволила ей отправить Гараничева на финишный отрезок лидером. Из положения лёжа тюменец отработал чисто, однако на стойке взял два доп. патрона. Немец Юстус Треллоу был точен и укатил к золоту. У Гараничева же был отрыв в 13 секунд от француза Эмильена Клода и Даниэля Капеллари из Италии. Капеллари его достать не сумел, а вот Кулот, споря за серебро, опередил. Второе поражение в трёх последних матчах на домашней арене потерпели хоккеисты Рубина. Вслед за нефтекамским торосом тюменцев обыграл и альметьевский нефтяник. Хотя благодаря голам Егора Бабенко и Алексея Митрофанова хозяева быстро повели 2-0. Но умудрились растерять всю фору во втором отрезке. Сибиряки внезапно стали слабы в аспекте, который долгое время составлял их главную силу – игре по счёту. Команда пропустила 4 гола подряд. Пару ласковых слов нам сказали, поэтому вышли в совсем другом настроении и быстро забили голы. И продолжаем в том же духе работать и всё. Сломленным Ирубин не выглядел. Георгий Бердюков всколыхнул сетку гостей в формате 5 на 3. Под занавес поединка сибиряки получили ещё одно большинство, но Бердюков, возродивший интригу, сам же её и похоронил. Ошибка при передаче и Родель Фазлеев поставил точку в меньшинстве. Поражение 3-5.